Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария Конфликт, о котором Москва предпочитает не вспоминать Андреас Иш Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария 21 марта 2019 года Тогда Москва даже взвешивала возможность нанесения военного удара по китайским ядерным объектам Инцидент закончился укреплением позиции Пекина Факт, о котором в Москве не любят вспоминать Триумф над гитлеровской Германией ежегодно отмечается в России с большим размахом Доставшийся ценой невероятных жертв победа 1945 года Источник национальной гордости, которым Кремль умело пользуется В том числе и для доказательства высокой обороноспособности страны По сравнению с Великой Отечественной советско-китайской приграничной война 1969 года Не более чем серия небольших вооруженных стычек Тем не менее бросается в глаза, что официальная Москва ничего не говорит о 50-ти летней годовщине главного сражения того конфликта А ведь речь идет не о каком-то малозначительном историческом событии Это был первый и пока единственный случай, когда Советскому Союзу после Второй мировой войны пришлось обороняться от внешнего агрессора Конфликт разгорелся на одном из необитаемых островов на приграничной реке Усури 2 мая 1969 года китайские войска заняли остров Даманский Сегодня Джейн Баадая, и принудили Москву к ответным действиям После нескольких атак и отступлений советская армия нанесла по острову массированный ракетный удар, превратив его в ад С китайской стороны погибли сотни солдат, Москва же оценила свои потери в 58 человек Но имевшие численное превосходство китайцы не оставили своей затеи и продолжали наносить противнику мелкие удары Возмущенное советское руководство даже подумывало об атаке на китайские ядерные объекты и запросило поддержку у США Но в конце концов оно отказалось от этих планов и передало китайцам контроль над Даманским В 1991 году Москва подписала договор, в котором отказалась от этого и нескольких других речных островов Неудивительно, что в Кремле не любят вспоминать об этом эпизоде Но еще хуже потери территории было то, что Мао после войны взял курс на сближение с Америкой Эта политика нашла ярчайшие выражения в сенсационном визите президента Никсона в Китае в расколе коммунистического лагеря Сегодня Кремль, проводящий антизападную политику, больше, чем когда бы то ни было, нуждается в поддержке Китая Но война 1969 года уже тогда заставила задуматься о том, что сегодня очевидно, русский медведь уязвим в своей восточной задней части И рядом с Пекином он, явно более слабый из двух партнеров Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ